Мы моделируем ситуацию, что это второй промежуточный сеанс. К примеру, что-то нас не устроило в первом, что именно. Если, допустим, мало признаков, помните, мы говорили, опрашиваем цвет, образ, ощущения, как там дышалось, время искажалось, как в теле теплую тяжесть. Если два есть, то уже нормально, три, вообще замечательные четыре. На всякий случай мы проводим второй сеанс. Напомните, с чем мы работали, какие изменения произошли за текущую неделю. Я стала меньше работать. Хорошо. Чуть больше отдыхать. У вас, собственно говоря, в эффективности это никак не отразилось? Ну, пока нет. Есть, конечно, опасения, что в целом за месяц это отразится. Понятно. То есть, грубо говоря, какие-то изменения начали уже в вашей жизни происходить, и вы их начали привносить. Ну что ж, чудесно. Я предлагаю нам сегодня, на втором сеансе, поработать в таком ключе. У нас будет погружение, в принципе, такое же, как и в прошлый раз. Тем более, вы видите, что есть некоторые позитивные уже изменения. Правильно? Но при этом сеанс сегодняшний будет немного отличаться. Чем? Помните, в прошлый раз, помимо внушений, у нас еще и был что? Опорный образ. Этот образ, которым мы, ну, условно, характеризовали, что свои цели, задачи, намерения. Сегодня я предлагаю, это нам нужно будет и в качестве диагностики, с одной стороны, но и еще с точки зрения, это будет полезно нам, чтобы мы несколько смоделировали, так сказать, наши, так сказать, реализации наших целей, задачи, намерений. У нас будет, я предлагаю сегодня такое, совершить гипнотическое восхождение на вершину горы. Зачем это будет и как это будет происходить? Ну, через это восхождение, условно, это, может быть, ваши воспоминания разного плана, это могут быть даже ваши фантазии, ну, картины, фильмы где-то, если вы видели, рассказы. Может быть, некая такая смесь всего этого, ну, или фантазии какие-то. Через это мы будем что? Моделировать, во-первых, вашу такую волевую и мотивационную составляющую. Ну, умные, конечно, слова, что это означает. Для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, все равно нам придется прикладывать определенные усилия. Правильно? Да, эти усилия могут быть какие? Есть внутренние ограничения, так ведь? Есть, но есть и объективные, и внешние какие-то обстоятельства. И так или иначе, все равно определенная мотивация, намерения должны присутствовать. Вот мы через восхождение в гору, где мы моделируем, что любая нагрузка физическая, преодоление, поход, то, что движение какой-то намеченной цели. И, опять же-таки, некоторое преодоление тех возможных трудностей, преград, усилий, которым нам нужно что-то прикладывать. И, кроме того, знаете как, условно, конечно, у всех по-разному, но это еще позволит нам внутренне понять определенный масштаб внутренней такой работы. Вот насколько большая вершина, какие задачи, цели вы ставите и так далее. Насколько быстрый долг, путь, как вы движетесь по нему и так далее. Может быть, это сейчас в полной мере непонятно, но эта картинка, которую мы увидим, будем вспоминать, позволит нам в дальнейшем понять, как более продуктивно с вами еще и поработать. У кого-то бывают более развернутые образы и картины, у кого-то воспоминания, у кого-то эмоции, у кого-то ощущения в теле. И то, где больше откликается с тем, мы можем начать более продуктивно работать. Будут также установки, которые мы озвучивали, да, какие будут установки. Ну, уверенность, на спокойствие, те, которые мы ранее давали, помните, да? С одной стороны, вы заявили, что уже есть определенные изменения, это хорошо, да? Но наша задача не в том, чтобы просто меньше работать, а в том, чтобы сфокусироваться на том, что более продуктивно, правильно? Тот же принцип Паретта, да? То есть, мы можем действительно тратить меньше усилия, а получать в целом практически столько же. Есть же такой принцип. Так же и здесь. И задача, во-первых, внутренне для себя, в первую очередь, да и реалистично, логично, прояснить приоритеты, правильно? Чтобы как раз у нас было и время, и силы для того, чтобы что-то менять в своей жизни. И это хорошо, что сейчас уже, что есть, да, есть изменения, есть, я так понимаю, если меньше, так сказать, занимаешься какими-то делами, да, времени больше, да, времени больше, это хорошо. Так, это повод для того, чтобы заняться собой, так сказать, повод, вернее, возможность заняться собой и возможность выделить определенный приоритет. Потому что пока ты бегаешь, как в бельчем колесе, нету ни времени, ни сил о чем-то прагматичном подумать и размыслить. У нас будет еще и по-другому работа строиться сейчас. Это задача как раз погрузиться, так же, как наши пять этапов, что будет вместо образа уже будет фокус внимания на воспоминаниях. И будет воспоминание прокручиваться в голове, в нем головы. Они могут в процессе игры достраиваться, фантазироваться. Второе, к своим воспоминаниям, я подчеркиваю, надо быть активными, когда мы двигаемся, реализуем, достигаем. Это еще такое некое внушение не к тому, чтобы была мотивация, намерение реализовывать свое устремление. Поэтому образ, второе, фраза, фраза, которая бы характеризовала твое устремление и задачи. Когда будет и образ... Это может быть новая задача, да? Да, это, понимаете, новая задача может быть, в том числе, несомнение. И когда будет вот воспоминание, да, задача текущая, фраза, второй раз кивание уже головы. Фокус внимания весь внутри. И третье, сами же себя и слушаем, ну, как и в прошлый раз. Четвертое, эмоционально в волевые усилия концентрации. И пятое, вот так же поднимем руку. Понятно? Каждый раз вот образ есть, кивнули, образ у слова есть, кивнули, образ у слова с лучшим кивнули. Четвертое, сконцентрировались, подняли руку. Прикоснусь, рука пойдет вниз. И вот те же этапы, будет внушение синицы, глубже, только вместо образа воспоминания. Целевые установки, те, о которых мы говорили. Немножечко работать с телом. И вот так вот несколько кругов мы проделываем. Затем, мы уже в завершении ближе, будем больше такая работа с нашими такими картинами. Восхождение, мы договорились, будет восхождение на вершину, в горы, поход. И мы проделываем этот поход вновь более целостно, от момента, что вот от подножия горы, начинаете, глядя вверх, идти выше, выше и выше, прислушиваемся к тем ощущениям, к звукам, к картинам. Даже, может быть, ощущение, когда вот человек поднимается вверх. Ну, немножечко коснемся такой смысловой части, то есть мотивации, зачем, ради чего. И вот такой лирический вопрос, зачем люди ходят в горы, зачем люди что-то преодолевают. А с другой стороны, достигнув вершины, мы сможем посмотреть свысока вниз. Вниз, словно дистантно на все то, что там вот осталось. На себя, на свой проделанный путь, на свою жизнь, на те обстоятельства какие-то. Понять, возможно, некоторые для себя, по-настоящему внутренней закономерности. Что-то может казаться чем-то единым, а что-то, может быть, быть противоречивым. Специально будут не конкретные установки, я понимаю, что кому-то это может не нравиться, но наша задача к этой работе подойти не, скорее, не логически, а вот чтобы больше только непроизвольно шли какие-то воспоминания, фантазии, образы. У нас будут более ценны. Но, подчеркиваю, не у всех бывает развянутый образ. У кого-то это какие-то фрагменты воспоминаний, а у кого-то могут быть только ощущения в теле. Нам нужно оценить, как мы в дальнейшем сможем с вами работать на третьем сеансе. Мы будем плавно переходить к проективной части. Проективная – это когда мы суть своих запросов проецируем в виде ощущений, эмоций, чувств, картины, вспоминаний, абстрактных видений. У всех по-разному. У кого-то картина, у кого-то ощущения. У всех. У кого-то просто набор мыслей, воспоминаний. Что есть, тема работы. Чтобы мы могли более продуктивно поработать, мы сейчас совершим такой будет у нас модуль. Блок добавлен. Есть ли вопросы? Ну что ж, хорошо. Был я давид. Мы ставим паузу. Это тоже можно пригодить. Блок добавим. Блок добав害 существует. Блок добавим. Блок добавить. Блок добавоб…